МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы готовы рассказать вам о самых значимых событиях города и Самарской области. Здравствуйте! В эфире новости Тольятти в студии Денис Капля. Наша страна, наш выбор. Сегодня основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Стоит отметить, что избирательные участки в Самарской области работают на протяжении недели. С 8 утра до 8 вечера голосовали как на избирательных участках по месту прописки, так и по месту пребывания. Для маломобильных людей голосование организовали на дому. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что в регионе довольно много желающих выразить свое мнение по поправкам в основной закон страны. Только за первые дни проголосовали уже сотни тысяч жителей губернии. Мог лично убедиться, что этот процесс выстроен с заботой о здоровье граждан. Чтобы у людей была полная уверенность в защите своей при участии в голосовании сегодня, каждому голосующему меряется температура, прежде чем он примет участие в голосовании. Выдаются средства индивидуальной защиты. Маски, перчатки и даже ручка индивидуально выдается каждому. Прийти на избирательный участок и сделать выбор можно, не опасаясь за свое здоровье. Для безопасности голосующих на каждом участке выдают перчатки, маску и ручки в специальном пакете. Кабины для голосования обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором. Поэтому угроза распространения коронавируса на избирательных участках сведена к минимуму. Подсчет голосов начнется лишь после закрытия избирательных участков. Это произойдет ровно в 20.00. Однако данные экзитполов уже известны. Согласно проведенному опросу, поправки поддержали 76% опрошенных. Всего в исследовании приняли участие более 160 тысяч человек в 25 регионах. Согласились раскрыть информацию о своем выборе 70%. О других заметных событиях города и региона в нашем коротком обзоре. Сегодня в основной день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации жители Самарской области могут принять участие в викторине «Нашу губерния-2020». Для этого в избирательных центрах Тольятти развернуты пункты общественного голосования. Можно стать счастливыми обладателями квартиры, машины и других ценных призов. И уже сегодня ранним утром жительница микрорайона Поволжский Лилия выиграла квартиру. Женщина счастлива и признается, что находится в шоке и не может поверить. У нее четверо детей. Первым делом позвонила и рассказала все маме. Квартира очень важна для семьи. Наша съемочная группа работала на месте событий. Подробности в ближайших выпусках новостей. В Самарской области, как и по всей стране, прошел пробный единый государственный экзамен. В нем приняли участие технические сотрудники, работники и организаторы пунктов проведения экзамена, специалисты Министерства образования и науки региона и представители Роспотребнадзора. Последние проверяли пункты проведения ЕГЭ на соответствие с санитарным требованиям. Для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции в школах будут открыты дополнительные входы, что позволит избежать массового скопления учеников. Также все пункты укомплектованы средствами индивидуальной защиты, чтобы учащиеся каждые два часа могли менять одноразовые маски. 166 молодых мам Самарской области получили новые знания. Всего до конца года запланировано обучение более тысячи женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком или воспитывающих детей дошкольников. Программа реализуется региональным министерством труда, занятости и миграционной политики региона в рамках национального проекта «Демография». В ходе занятий молодые мамы могут повысить квалификацию или даже получить новую специальность. Подробную информацию о программе переобучения и повышения квалификации женщин можно получить в центрах занятости населения Самарской области. 3 июля в общественной приемной администрации Тольятти состоится прямая линия на тему изменения в сфере ЖКХ в период пандемии. С 9 до 11 часов на интересующие горожан вопросы ответят специалисты департамента городского хозяйства администрации Тольятти. Телефон прямой линии 54-45-92. На этом все. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте в ваз-тв.ру и в мобильном приложении Тольятти-24. В студии работал Денис Капля. Всего доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова